Прокатиться с горок на ватрушке, пробежать на лыжах по зимнему лесу, поиграть в снежки и согреться тёплым чаем из термоса. Такая атмосфера царила на лыжной базе во всемирный день снега. Программа праздника предусмотрела развлечения как для детей, так и для взрослых. Так, например, семьи принимали участие в соревнованиях с препятствиями, а волонтёры молодёжного центра помогали в проведении конкурса. Конкретно мы занимались организацией конкурса «Сан Лес Болл». Это семейный конкурс. Семья на ватрушках съезжает с горы, затем они с помощью лодки, которая представляет нам организация, они проплывают все вместе, дальше они переходят на маленькие лодочки. С помощью рук они должны проплыть и дальше собрать пирамиду, и потом со всей скоростью бежать обратно, при этом засекать время. Больше всего усилий сыровчане приложили к созданию снежных фигур в рамках конкурса «Этнофест». Участие принимали семьи, классы, детские сады. Елена Голубкова, родитель ученика 1-го Д-класса Центра образования, раскрыла нам смысл поделки «Давайте жить дружно». Идея у нас была очень интересная тема в этот раз – «Этнофест». Тема такая достаточно сложная. Мы долго думали, что же нам сделать. С одной стороны, это Олимпиада, Олимпийские игры, дружба, единство. С другой стороны, Олимпийская деревня и вообще русская деревня. Мы пришли к тому, что мы хотим подружить нашего российского мишку, символ нашей сборной команды, с Олимпийским мишкой. И поселить их, чтобы они дружили в нашем бревенчатом русском домике. Были и интересные конкурсы только для детей. Например, волонтеры клуба «Мечта» проверить для младших ребят веселые старты. У нас конкурс хоккей. То есть дети одевают ботинки, это у них коньки, они добегают до клюшек. Дальше они должны попасть в ворота, кто быстрее один был. Мы, например, делаем конкурсы, где нужно перебираться на ватрушках. С самого утра проводились соревнования среди спортсменов школы Олимпийского резерва «Атом». Лыжники участвовали в дистанциях от 1 до 5 километров. Также были конкурсные испытания по брумболу и на самый длинный съезд с горы на сноутюбинге. В онлайн-формате можно было посмотреть видеоролики «Снежные войны». Это праздничное зимнее воскресенье запомнится каждому саровчанину, побывавшему на лыжной базе. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.